Добро пожаловать на серию лекций про NetCAD. Это очень важный инструмент, базисный инструмент. И что он умеет делать? Он умеет передавать файлы, он умеет запускать процессы удаленно, там cmd, bash, shell, все удаленно и передавать мне контроль. Это супер важный инструмент, который нам как хакерам очень нужен. Мы начнем с того, что мы поймем вообще идею этого инструмента, а потом начнем его использовать для передачи файлов и для открытия shell и reverse shell. Все потихоньку, вы все поймете, не беспокойтесь. Давайте начнем с того, что сделаем просто чат, разговор, сессию между двумя компьютерами. У нас будет Windows 10, на котором мы сейчас будем делать Remote Desktop как сервер и на шкале будет как клиент. Моя цель вам продемонстрировать возможности этого инструмента. Мы делаем Remote Desktop удаленный рабочий стол RDP на IP-адрес виртуальной машины, на котором установлена десятка. Я пишу useradmin ppasswordlab, это пароль, который я дал пользователю админ, на том компьютере и устанавливаю резолюцию для подключения. Вот она, десяточка загрузилась. Мы откроем сейчас cmd и проверим ее IP-адрес. Да, у нее IP-адрес тот, к которому мы подключились, что в принципе логично. Мы хотим сейчас запустить netcat в режиме сервера. И давайте вам поясню, что значит –nlvp. n – это команда netcat не пытаться превратить IP-адреса в DNS имена, что мне вот эта вот помощь, его превращение IP-адресов в имена совершенно не нужна, чтобы он все оставил в IP-адресах. Кто к нему подключился там, вы увидите, что он начнет сейчас на экране писать IP-адрес, а не DNS имя клиента. Далее, L. L – это режим listener, то есть режим слушателя. Другими словами, мы запускаем netcat в режиме сервера, который ждет подключения на порту 444. Это номер порта. Вы помните, что есть 65 тысяч портов в каждом компьютере, на TCP и 65 тысяч портов на UDP. И мы ожидаем на 444 порту подключения клиента. Кстати, –p говорит, на каком порту ожидать подключения. И последнее, что я вам не рассказал, что такое минус V. V – это verbos в переводе подробности, то есть выдавать мне все подробности подключения на экран. И мы сейчас запускаем netcat в режиме сервера L-Listener с подробным выводом на экран IP-адресов на порту 444. И он ожидает подключения от любого IP-адреса на порту 444 по любому интерфейсу, то есть по любому его сетевому адаптеру, если у него несколько сетевых адаптеров. Он делает L-Listener на всех портах. Так, что на клиенте? Kali будет клиентом. И мы запускаем netcat. В этот раз в режиме nv, то есть опять n – не превращать IP-адреса в DNS имена. Мне этот resolving не нужен. И минус V – выводить подробную информацию, то, что называется на английском verbos. И мы даем IP-адрес удаленного сервера, то есть нашей десятки, и говорим ему на какой порт там подключиться. Помните, вот он IP-адрес десятки и говорим на пол 444.